Адам из Ингушетии. Родился в маленьком селе Сурхахты. На горнолыжном курорте он отдыхает впервые. Станки ему понравились больше, чем лыжи. У Адама нет отца. Он никогда его не видел. Говорит, что папу убили в Ставрополе. Примером для подражания стали дяди. Теперь у Адама есть мечта. Я мечтаю стать, когда стану взрослым генералом. Майор. Три моего дяди, но они военные. И мне отец тоже захотелось стать, смотря на них. К мечте мальчик идет целенаправленно. Учится в кадетском корпусе. Здесь бакуряне не скучно. Новые друзья сразу же прозвали его кадетом. Адам говорит, военные не воюют, они защищают. В бакуряне приехали восемь подростков из Чечни и восемь из Ингушетии. У каждого своя грустная история. Но как бы больно не было, все они дети. Искренние и жизнерадостные. Неделя в Грузии – это неделя развлечений. Кому что по душе. Можно и поплескаться в бассейне. Мы горцы. И раньше мы жили в горах. Все мы жили в горах. И из-за этой войны мы все расстались. Все мне здесь нравится. Здесь очень красиво. Желающих попасть в программу и приехать в Грузию множество. Отобрать из них тех, кому это больше всего нужно, сложно. Решение принимает Алихам Ахильков. Он президент Российского фонда депортированных народов. Дети должны в мире. Дети не в политике. И это люди сегодня Саакашвили, Медведев. Это не вечные вот такие отношения. Здесь верят в будущее. Считают, что Кавказ не должен болеть. Ни политикой, ни войной. Вот и лечат тех, кто пострадал, гостеприимностью и приятными воспоминаниями. Кристина Георгобиани, Ливан Кантидзе, Бакуриани, Грузия. Канал Пик.